Так, замечательно, друзья мои, мы с вами встречаемся вот на таком мастер-классе. Сегодня мы выясняем, что спрашивают нас о беседовании при приеме на работу, посмотрим, какие вопросы задают, какого плана задания предлагают. Я нашел в информационно-коммуникационной сети интернет таблицы с заданиями, я посмотрел, какие вопросы задавали мне слушатели, скомпоновал это все в небольшой такой файл, да, у нас небольшой мастер-класс, и мы, в общем, довольно ограничены по времени, естественно, да, и предлагаю вот этот замечательный файлик вам. Но поскольку, нет, я смотрю, что слушатели все еще подключаются, не все еще к нам примкнули, да, мы построим наш мастер-класс следующим образом. Сначала я немножко похвастаюсь, да, как обычно, вводная часть, ну а потом уже мы непосредственно перейдем к обсуждению наших вопросов. Вот такая вот штука. Значит, господа слушатели, как видится, да, вот из титульного слайда, в центру специалист 30 лет. Да, мы празднуем, мы веселимся, предлагаем нашим слушателям новые программы, новые варианты обучения. А в частности, да, вот наш с вами мастер-класс имеет прямое отношение к курсам Excel, я веду эти курсы, ближайшая группа по курсу Excel 1, вот у меня стартует 14 числа. Да, посмотрите, вот. Задача нашего вебинара следующая. Рассмотреть в том числе основные вопросы, которые интересуют при приеме на работу. Посмотрим с вами, как выглядят наши курсы по Excel, да, не все знают, что у нас курсов по Excel в районе 9, и это если не считать каких-то специальных курсов из серии бюджетирования или каких-то специальных курсов по анализу, да, где программа Excel широко задействована. И посмотрим, как выглядит у нас учебная программа курса Microsoft Excel уровень 1, работа с Excel, да, то есть базовый начальный курс. Итак, давайте посмотрим, что нам с вами грозит. Ну, в первую очередь, да, должен вам сказать, что центр-специалист обучил уже свыше миллиона служителей в наших замечательных, комфортных и прекрасных учебных классах. Мы ведем обучение в городе Москва и, естественно, можем обучать также слушателей из других городов, из других стран, можно честно вам признать, с других континентов даже обучали, бывало, бывало дело по вебинару. Вот точно так же, как мы с вами сегодня обсуждаем мастер-класс, многие курсы могут быть тоже построены. Так, этот слайд с анимацией, секундочку. Центр-специалист гарантирует высокое качество образовательных услуг, поскольку все программы у нас стандартизированы, многие программы написаны с участием вендора, да, и являются сертифицированными курсами. Мы гарантируем безопасность обучения, потому что классы у нас современные, комфортные, в бизнес-центрах категории А и Б, классы у нас с охраной, списание занятий у нас гарантировано. То есть учебные группы планируются на год вперед и редко-редко, да, так вот бывает, что преподаватель заболел и не смог выйти, но ему сразу находится замена. Разные варианты обучения, как я уже говорил, да, у нас есть вариант очного обучения и вот такого вот, смотрите, комбинированного обучения, когда мы с вами обсуждаем материал очно, а параллельно еще вместе с нами занимаются слушатели-вебинаристы. Так, ну вот я смотрю, у нас уже подключилось 37 слушателей-вебинаристов. По многим курсам практикуется так называемое открытое обучение. Что значит открытое обучение? Очень часто слушатели приходят к нам в центр специалистов, изучая какие-то программные продукты, какие-то средства, уже имеющие определенный багаж знаний. В этом случае, наверное, мы даем им возможность построить свою собственную образовательную траекторию, предлагаем им курсы в записи, но просматривая запись курсов, слушатель может запросто легко задать вопрос преподавателю, который параллельно находится и в аудитории. То есть вы учитесь с той скоростью, с тем темпом, который нравится вам, да, и параллельно можете задать преподавателю вопрос, выяснить какой-нибудь для себя тонкий момент, может быть, даже несколько выходящий за пределы учебной программы курса. Так, почему программа Excel, господа слушатели, такая популярная? Ну, все очень просто, да, программа Excel используется повсеместно, программа Excel – это встроенные в приложение, встроенные в приложение в офис, да, вот помимо Excel в офис есть другие приложения, но Excel, наверное, самая в этом программном продукте главная и важная. Программа позволяет организовывать автоматическую обработку данных, программа является расширяемой, то есть для программы Excel можно подключать расширения всевозможные модули программные и таким образом расширять возможности программы, программа Excel будет уметь делать то, чего не умеет она в базе. Да, существует даже целый, в общем-то, бизнес, который сложился вокруг программы Excel, вот написание всевозможных надостроек в программе, да, есть надстройки платные, есть надстройки бесплатные. Многие надстройки Microsoft приобревает, цензировала и позволяет слушателям пользоваться. Так, Елена жалуется, что нет звука. Господа слушатели, как звук? Напишите, пожалуйста, в чат. Все слышно. Так, Елена, так, секундочку, Елена, переподключитесь. Секундочку. Ну, как вы прекрасно понимаете, друзья, техника подводит, да, подводит техника наших слушателей и бывает, к сожалению, подводит техника и преподавателей. Так, господа слушатели, давайте потихоньку двигаться в направлении наших сегодняшних вопросов, да, мы дали возможность всем желающим подключиться, да, ага, вот Елена уже 10 раз переподключалась. Елена, а вы через приложение? Елена, а вы через приложение? Так, иногда, конечно, бывает сбой в приложении, но в этом случае можно попробовать переподключиться через веб-интерфейс, то есть не через GoToMeeting, но уже через GoToMeeting онлайн, да, через браузер. Через браузер все должно, по идее, работать иногда даже лучше. Так, господа слушатели, давайте переходить к нашим вопросам, да, мы обсудили курсы, мы обсудили программу Excel и перейдем, давайте, непосредственно к нашим вопросам. А что же спрашивают-то, господи, что же спрашивают-то, вот, давайте я открою файлик, вот такой вот я сделал, о, Елена все починилась, ура, Елена, я вас поздравляю, вы вместе с нами. Вот такой вот файлик я открыл, называется этот файл Excel 2019 примеры тестовых заданий. Кстати, друзья мои, этот файл уже есть и у вас. Так, секундочку, сейчас я прямо вот моментально пройду в список групп и покажу вам, где. Да, в вашем личном кабинете на сайте центра, да, должна быть ссылочка на наш мастер-класс, ссылка на наш семинар. И вот я такой вот архивчик, что спрашивают на собеседовании при приеме на работу, создал, и он должен быть у всех есть. На всякий случай, друзья мои, я отправил ссылку на этот архив чат. Порядок? Потом посмотрите у себя в личном кабинете на странице вот нашего мастер-класса, на странице группы. Вот туда нужно будет пройти. Так, ну, собственно, да, давайте вернемся к нашим баранам, начнем, приступим. Итак, друзья мои, значит, что же спрашивают у нас, что же просят сделать? Ну, конечно же, если вы используете программу Excel для целей учета в экономике управления, да, то часто возникает задача собрать данные из большой таблицы в некую сводку. Это, конечно же, сводные таблицы. Сразу скажу, что эта тема рассматривается у нас на курсе Excel 2. Ну, просто в курсе Excel 1 под сводной таблицей не предусмотрено необходимое количество часов. Итак, на листе задания 1 дана табличка, где перечислены какие-то торговые представители. Вот компания называется «Океан паритет». Здесь просят нам сделать выборку по этим торговым представителям и посмотреть, сколько каждый у нас торговый представитель наторговал. Да, вот в течение, смотрите, вот, смотрите, здорово, июня месяца. Делается это крайне просто. Да, вот давайте посмотрим, как это выглядит. В принципе, мы можем собрать эту таблицу с помощью формул. Мы можем скопировать список этих торговых представителей на отдельный лист. Давайте я тоже попробую, кстати, это сделать. Мы можем вот так вот действовать. Скопировать список этих торговых представителей на отдельный лист. С помощью инструментов на вкладке «Данные», к примеру, удалить здесь дубликаты. Да, вот команда «Удалить дубликаты». Ну, давайте посмотрим. У нас получился коротенький список из восьми фамилий. И дальше мы уже можем использовать так, что нам нужно сделать. Нам нужно сумму по каждому сотруднику. Конечно, это условное суммирование, поэтому можем воспользоваться сумм если. Например, так вот я воспользуюсь, да, давайте я воспользуюсь суммой если, сумм если для того, чтобы было лучше видно через, смотрите, через мастер-функции. Выбираем диапазон ячеек. Да, выбираем диапазон ячеек. Да, выбираем критерий. Вот наш диапазон. Да, выбираем критерий, критерий. Вот. Ну и выбираем, что? Выбираем диапазон суммирования. Так, пардон, не тот лист. Да, как-то так вот мы с вами должны, по идее, работать. Давайте проверим. Ну, вроде бы что-то суммирует. Да. Можно, конечно, отсортировать по фамилии, потом, смотрите, использовать вот такой вот отличный инструмент, как, боже мой, промежуточные итоги, да, группировку и так далее. Но вот они, вот видите, у нас есть группа структура. Да, вот я там показывал. Вкладка данные, группа структуры, да. Но вот с помощью сумм, если эта задача решается достаточно просто. Но, господа слушателя, как же она просто решается с помощью сводных таблиц? Давайте попробуем с помощью сводной таблицы решим этот пример. Посмотрите на экран. Сводные таблицы у нас живут на вкладке вставка. Я на листе встал внутрь диапазона, сводные таблицы выбрал, да, и проверил, чтобы сводная таблица у меня, отчет сводной таблицы создавался где? На новом листе. Так, справа я выбираю флажки FIO выручка в день, да, смотрите, и здесь автоматически у меня суммируется вся выручка по сотрудникам. Смотрите, вот она, вот она. С помощью сводной таблицы это делается моментально. Приходите к нам на курс Excel 2, изучать сводные таблицы примерно столько времени, и у вас должно занять эта процедура создания сводной таблицы при решении тестового задания. Ну, может быть, не столько времени, потому что надо еще задание просчитать, подумать, справиться с волнением, сказать, ребята, а зачем вам вообще формулу, если мы быстренько сводную таблицу сделаем? Видите, здесь же нет никаких формул. Ну, раз хотят сохранять формулы, да, вот я вот посмотрел на лист, да, вот в задание, да, вот просим сохранять формулу. Наверное, все-таки имелось сумм, если, наверное, имелось условное суммирование. Но вот как-то мне на самом деле, не знаю, неприятно выполнять эту работу с помощью условного суммирования. Ну, долго же, смотрите, как долго это все будет. Ну, а сортировать данные, да, мы с вами можем запросто, да, вот с помощью команды. Сортировка, да, вот у меня команда сортировка есть в Пожарево-Исторе, доступе на здоровье. Ну, вот как-то так у нас выполняется такой план работы. Так, на листе 1 плюс нам нужно, ой, страшное дело, смотрите, нам нужно подставить значение, да, смотрите, из другой таблицы. У нас есть код города, и вот смотрите, в таблице с продажами, допустим, это выгрузка из какой-то, да, программы, да, вот она довольно большая, у меня получилась эта таблица с продажами. Я ее довольно долго вам делал, заполнял, придумал. Ну, нужно заполнить столбец город вот этими самыми городами. Так, что написано? Подставить название городов в соответствии с кодами городов. Вот, Елена, нам правильно пишет, ВПР, она же в лукап, конечно. Эта функция используется в программе Excel часто, да, в связке там вот со всякими, там, поиск пост и прочее, да, вот просто прекрасно, да, но опять-таки, да, должен повиниться, да, эта тема выходит за рамки курса Excel 1, да, эта тема рассматривается на курсе Excel 2. Ну, можем, по крайней мере, попробовать. Итак, господи слушатели, да, давайте воспользуемся ВПРом, и все тут аккуратненько за ВПРем. Так, есть ли у меня ВПР? Ах, есть у меня ВПР в недавних функциях. Так, искомое значение у нас, конечно, это будет код города. Таблица, в которой мы ищем условные искомые значения, так, секундочку, вот у нас искомые значения, это диапазон ячеек H3, A и 12. Мы должны сделать на этот диапазон абсолютную ссылку. Номер столца 2, ну, и для интервального просмотра, в принципе, этот аргумент не обязателен, ну, дайте уж напишем, да, я напишу ложь, ладно, пусть будет ложь. Ну, вот после того, как я применил ВПР, да, легко у меня подставился город, да, из первой таблицы. Отличная функция, да, что делает эта функция? Она проверяет, так, секундочку, дайте я рисовательные принадлежности включу. Она проверяет код города, ищет его здесь и возвращает значение из ячейки второго столца. То есть для кода города 2 это Аксай, для кода города 8 это город Гусев. Зачем я выбрал такие города? Тотьма, Белорецк, кто же меня знает? Так, господи слушателям, ВПР знать надо, любить надо, да, и уметь надо. Да, также, помимо функции ВПР, есть отличная функция ГПР, да, то же самое, только по строчкам, она действует, да, точно так же. Так, ну все, теперь нам нужно в нашей таблице, в нашей таблице с городами, опять-таки, посчитать, смотрите, и общее количество, и среднюю цену. Ну, снова, как мне кажется, вот, зря мы тут, надо бы, конечно, воспользоваться сводной таблицей, вот прям так вот руки чешутся. Но, слушайте, а зачем нам пользоваться сводной таблицей, если у нас есть, опять-таки, функция условного счета? Мы должны опять воспользоваться функцией какой? Сумм, если. Так, сумм, если проверяет у нас ячейки некоторого диапазона, давайте мы этот диапазон сделаем в абсолютную ссылку. Критерий мы берем вот из этой таблицы для проверки, а диапазон суммирования, это у нас будет, конечно же, диапазон с количествами. Опять нельзя обойтись без абсолютной ссылки. Ну, вот, у меня, получается, вот какие-то вот такие вот странные, ой, подождите-ка, это количество у нас, да, а что я суммирую цену? Нет, все правильно. У меня, получается, такие вот странные показатели, видите, в денежном. Давайте поставим числовой, да. Даже более того, можно поставить общее это же количество в штуках, значит. Так, ну, а средняя цена, да, средняя цена, это, конечно, задача для обычной функции. Сразначь, если. Давайте откроем мои аргументы. Ну, опять, смотрите, диапазон, да, условия на этот диапазон и диапазон усреднения. В принципе, очень похожи функции. Да, вот если вы умеете пользоваться функцией сумм, если вы из функции, значит, если справитесь моментально. Так, ну, давайте-ка, да, вот здесь выбрали мы с вами диапазон, опять абсолютная ссылка. Так, да, условия у нас, да, Москва, значит, диапазон усреднения, вот что-то средняя цена здесь нужно, ну, ладно, средняя, значит, средняя. Да, вот такая вот у нас будет средняя цена, вот, средняя цена. Ну, смотрите, здесь, конечно, да, поскольку денежные показатели, да, мы смело оставляем рублей. Порядок? Как-то так. Вот такие вот получаются формулы, примерно так мы решаем такого плана задачи. Ну, если в задании написано просто найти среднее, найти наименьшее, наибольшее и общий итог, это, конечно, задача для функции из серии автосумма. Вы задавать автосумму можете либо за вкладки «Главная», либо вот здесь вот на вкладке «Формула» она есть. Ну, давайте вот зададим, да, здесь у нас будет среднее значение, да, здесь у нас будет минимум, да, единственное, что I12, да, то есть немножко вот так вот мы должны выделить диапазон, ну, пусть будет так. Так, значит, здесь у нас наибольшее, это, конечно, команда для функции «Максимум». Так, и итог, это наша любимая автосумма, да, немногие знают, что для автосуммы используются горячие клавиши «Альт», «Плюс», «Равно». Вот, давайте мы их и задействуем. «Альт», «Плюс», «Равно» я нажал и вот так вот аккуратненько посчитал. Примерно вот за такое время нужно выполнять пример типа подходящего. Ну, может быть, чуть больше, да, потому что, опять-таки, нужно смотреть на задание, да, вот, въехать в это дело, да, вот, увидеть, что здесь общее количество, общее, а это средняя цена, да, и не перепутать их, да, особенно это тяжело, когда вы, да, вот, находитесь в каком-то вот состоянии давления, поэтому, конечно, нужна практика, да. И центр специалист такую практику подобного вида задания на курсах Excel-1, Excel-2 нашим слушателям предлагает, ну, и домашние задания тоже, да, вот, мы просим всегда выполнять. Очень часто используются, очень часто функции для текста. Слушайте, вот я, например, в своей практике, да, вот своей, в своей, так сказать, да, предметной области, я функции для текста не использую никогда. А в экономике управления, да, вот в учетных задачах функции для текста частый гость в наших селениях. А як же? Давайте функции для текста попробуем. Готовы? Итак, первая функция, а вернее, даже не функция, а знак-амперсант сцепит нам имена, фамилии, отчества, и мы получим, смотрите, имена, фамилии, отчества в одной ячейке, не размазанные по трем ячейкам. Давайте попробуем это сделать с помощью команды амперсант. Я пишу формулу, да, то есть равно B3, C3, D3. Сейчас мне слушатели скажут, где я был неправ. Я жду, пробелы нужны, пробелы, пробелы. И вообще, смотрите, если я воспользуюсь вот такой вот штукой, да, смотрите, то у меня получится что-то странное. Согласны? Что вот это такое получилось? Как это так? А, господа слушатели, смотрите, оказывается, после слова «Ангелочкин», да, вот, кто-то, да, нам кучу пробелов в строке формул написал. Бывают такие люди, да, вот они немножко как-то с компьютером на «вы», когда они вносят данные в любые электронные документы, у них там бывают погрешности ввода данных, да, вот часто. В программе Word мы увидим эти ошибки очень просто. Давайте, знаете, как сделаю? Я вот эту часть таблицы в программу Word скопирую, и мы с вами увидим, что там действительно полно пробелов. Так, секунду. Вот, я скопировал и вставил таблицу в программу Word, и вижу, смотрите, что за зверь, видите, после «Ангелочкина» у нас пробелы стоят. И, конечно же, я должен использовать функцию «Жать пробелы». Спасибо вам огромное, Елена. Конечно, конечно. Да, я даже думаю, что мы можем воспользоваться функцией «Жать пробелы», знаете как, один раз. Ну, то есть «Жать пробелы» уже для объединенного текста. Интересно, сработает ли это? Так, давайте проверять. Значит, здесь после амперсанда я вставлю один штатный пробел. Так, секундочку, мне… Ага, да, вот один штатный пробел вот здесь вот я нарисовал. Так, значит, опять я должен амперсанд вставить. Да, здесь вот после этого амперсанда я эту самую конструкцию с пробелами благополучно повторяю. Да, вот получилась у меня такая формула. Видите, уже неплохо, потому что Антон от Алексеевича отделен пробелом. Ну, а если мы будем использовать «Жать пробелы», отличная функция, которая удаляет нам пробелы лишние, кроме пробелов одиночных между словами. Сейчас попробуем ее. Так, секундочку, у меня английская раскладка оказалась. С пробелы, вот она моя хорошая. И вот если мы это все внутрь поместим, то у нас, по-моему, будет даже проще формула, чем та, которую предложила Елена. И даже она как-то посимпатичнее, что ли, поизичнее. Вот, пожалуйста. То есть можно объединить, а потом уже пробелы удалить. Это как-то выглядит симпатичней. Это как-то выглядит симпатичней. В примере номер 2 нам, конечно, нужно воспользоваться текстовой функцией, которая будет нам откусывать левый символ от слова. Правильно? Давайте мы с вами посмотрим. Вот у нас текстовые функции на вкладке формулы. Так, и давайте посмотрим. Функция называется, конечно, «Лев симба». «Лев симба». Вот она у меня в списке. Для того, чтобы от Антона отъесть буковку «А», от Виктора – буковку «В», от Валентины тоже отъесть буковку «В» за главную. Окей? Ну, а можно, вообще говоря, воспользоваться замечательной функцией, которая называется «Мгновенное заполнение». Единственный недостаток этой функции, смотрите, она работает по шаблону. И если где-то у нас в таблице случайно шаблон будет нарушен, да, «Мгновенное заполнение» нам там такого назаполняет, что «Мам, не горюй». Ну, давайте все-таки попробуем. Смотрите, как она у нас работает. Так, секундочку. Мне нужно просто будет набрать в ячейках таблицы, в ячейке Е11 и Е12 два варианта. Так, «А», пробел «А», точка. Так, здесь пишем «Ангелочкина». Обратите внимание, как только я набрал фамилию сотрудницы, фамилию Ангелочкиной полностью, а под ячейкой, где я работаю, развернулся какой-то серенький список. Видно, да? Могли бы поярче сделать, правда? Вот так вот, развернулся какой-то серенький список, мы видим, что нам предлагают и везунчикову ВВ, и везунчикову ВВ, и веселую ВВ. Слушайте, а сойдет ведь, правда? Давайте нажмем на кнопку «Энтер» и обрадуемся. Видите, без всяких формул, без всяких формул программа Excel сама справилась, сама справилась. Она вот прекрасно нам, да, смотрите, мгновенное заполнение сработало. Порядок? Вот как-то так. Тоже можно такие задачи решать, не прибегая к формулу. Но, опять-таки, да, мы должны были в случае мгновенности, ну, что ж, нестандартные, через дефис? Ну, что ж, нестандартные фью? А, все, я понял, где у нас будет у человека два имени, там, какой-нибудь Вальдес-Кортес, там, и так далее. Нет, ну, углы, конечно, да, О сократит, почему нет-то? Вот если там у вас имя будет, там, Никаноров, Вальдес-Кортес, там, не знаю, Генрихович, да, вот что-нибудь вроде этого, бывает ведь, да, да, вот с Вальдес-Кортес она никогда не справится. Ну, и функция Лев-Симф тоже с Вальдес-Кортесом тоже не справится. Там нужно будет писать, я выключил камеру, да, вот сейчас я развожу, на самом деле, руки в стороны и взять длиннющую формулу. Да, вот этот дефис искать, проклятый, да, от дефиса сначала брать первую, потом проверять, есть ли дефис, ну, в общем, вы понимаете, там уже формула будет такая, достаточно интересная. Так. Задание 5. Вычисление с датой и с временем. Вычисление с датой и с временем. Здесь страшноватенькие какие-то задания, да, вот нам нужно посчитать возраст на дату приема полных лет, да. Ой, я всегда не люблю, когда нужно считать полных лет, потому что приходится использовать функцию разность дат. Дат. Задается она вот следующим образом, давайте, знаете, что мы с вами посмотрим вот сюда, вот в такую вот нашу папочку с материалами, да. Вот замечательная функция разность дат, да. Смотрите, у функции разность дат нужно всего-навсего, если вы часто и пользуетесь, выучить последний аргумент, который называется единица. От него-то и зависит то, что нам функция разность дат будет в ячейку возвращать. Значит, если нам нужен полный год, то эта разница называется Y, да, вот английская буква Y. Порядочек? Так, ну, дать попробуем, что ли, теперь, да, вот мы теперь так вот как-то вот сюда посмотрим, что здесь. Так, господа слушатели, разный дат, возраст на дату приема полных лет, то есть нам нужно что сделать, плясать от даты приема и даты рождения, тренируемся. Значит, я пишу формулу, да, так, секундочку, так, ага, да, все правильно, разный дат. Видите, программа даже не предлагает такую функцию, где в списке автозавершения, да, вот так вот. Значит, функция у нас вот так, начальная, конечная, то есть начальная, это, очевидно, дата рождения, я так думаю. Так, у меня русская раскладка была, да, конечная, конечная. Так, и вот наш с вами аргумент, да, вот, который, естественно, английский Y, да, Y. Работает, смотрите, работает, работает. 71-й год, если вы взяли на работу в 2007 году, то ему было 36 лет. В принципе, хороший вариант, да, давайте я вам эту формулу скопирую всем в чат. Так, а вот, смотрите, здесь, да, вот где у нас стаж полных лет выводится, да, вот, видите, здесь стаж полных лет, его нужно посчитать, смотрите, ага, с учетом даты отчета. Да, господа слушатели, дата отчета, это, конечно, функция сегодня, да, ну, и мы должны сначала проверить, они не уволили этого гражданина, да, поэтому мы воспользуемся логической функцией чем? Ну, я думаю, что если, правда, давайте вот логическую функцию если вызовем. Так, проверяем дату увольнения, дата увольнения должна быть больше нуля, то есть ячейка должна быть не пустой. Если человека уволили, мы считаем, ага, стаж полных лет. Так, то есть опять используем разный дат. Так, ага, у меня английский, конечно, куда же я смотрю сегодня? Разный дат. Значит, дата начала, это, конечно, дата приема, да, так, секундочку. Дата окончания, да, это, конечно, дата, понятное дело, увольнения у нас получается, да, и аргумент у нас будет у функции разный дат, а опять у. Отличная, кстати, функция. Да, вот как-то так. Полные года. Так, в поле значения если ложь, мы опять-таки, смотрите, используя функцию разный дат, ой, какой-то я сложный пример сделал, но что поделать, я нашел такое задание в информационно-коммуникационной сети интернет. Мы проверяем, если дата увольнения пустая, дата увольнения это столбец F, мы выполняем расчет на сегодняшнюю дату. То есть вместо F6, да, вот в этом уравнении я, конечно, должен функцию сегодня применить. Да, вот какая-то вот такое вот у нас вот что-то получается, да, вот так вот. Как-то так вот у меня получилось. Так, вот смотрите, гражданин был принят на работу 29.07, да, отработал до 27.06, то есть меньше двух лет, стаж полных лет, год. Да, замечательно, замечательно. По-моему, мы молодцы. Давайте я вам и эту страшную формулу с удовольствием скопирую в чат. Ничего страшного. Вы еще не видели, Филипп, микрософтовские экзамены. Вот там довольно интересно. Там иногда даже напрямую задание не удается выполнить. Да, вот действительно, например, задание на импорт данных, да, а импорт не выполняется принципиально. Просто потому что формат не тот, да, что-то с файлом. Его нужно было пересохранить. Вот как-то так. Так, ну и что у нас еще осталось? Да, вот я так смотрю, у нас осталось не так уж много времени. Что у нас там еще осталось? Осталось у нас, боже мой, проверка данных. Проверка данных. Господа слушатели, на вкладке данные, на вкладке данные, да, на вкладке данные, В группе команд работы с данными притаилась у нас такая вот малюсенькая командочка. Она называется проверка данных. И вот очень часто применяется это в работе, да, особенно если нужно ограничить ввод. Давайте с помощью проверки данных найдем значения в столбце А, которых нет во втором столбце, в столбце Б. Порядок? Приступим. Сначала мы должны выделить диапазон ячеек, в котором устанавливаем условия. Затем я использую проверку данных, и значения для проверки данных мы будем брать из списка. Смотрите, список у нас находится в столбце Б. Ну вот его-то мы берем, да, вот такой вот список. Видите, получилась сразу абсолютная ссылка. Да, после чего мы нажимаем на кнопку ОК. Но ровным счетом программа никак не реагирует на те значения, смотрите, которые мы с вами здесь указали. Почему? Потому что они уже введены. Вот если мы с вами будем вводить значения, которых нет в столбце Б, теперь в столбце А начнет набирать числа, то, конечно, проверка данных сработает. Но сейчас она пока нам ровным счетом ничего не показывает. Ну, попробуем обвести неверные данные. Ага, вот я прям знал, что в ячейке А8, смотрите, у нас находятся какие-то данные, какие-то числа, которых нет в соседнем столбце. Вот еще нашлось число, которого нет в списке. То есть, видите, программа нам вот такими овальчиками помечает числа, которых нет в списке рядом. Также очень часто, по крайней мере, вот недавно у меня была группа выездная, да, вот там почему-то очень хотелось им, чтобы сотрудники знали и умели выполнять процедуру. Вот это вот, да, вот очень часто требуется знать зачем-то консолидацию. В принципе, это полезная процедура, но не ждите от консолидации многого. Нужно будет, что, собрать нам с вами сейчас данные с листов 10, 11, 12 и 13, объединить их в одну единственную таблицу. Так, вот у нас где находится процедура консолидации, кнопка, да, которая запускает эту процедуру. Давайте приступим. Итак, на листе 10, 11, 12 у нас есть данные по продаже мебели. Вот у нас тут 4 квартала, 4 квартальных показателя. А на лист 9 мы должны слепить из того, что было, да, вот я слепил из того, что было, итоговое. Да, вот если все так в жизни легко получалось, давайте задействуем с вами консолидацию. Посмотрим. Так, очевидно, я ее недавно выполнял. Давайте мы удалим эти источники данных. И добавим новое. Так, я нажимаю на кнопочку. Добавить вот здесь в списке диапазонов. Да, перехожу на лист и выбираю, вот смотрите, целиком таблицу на листе 10. Нажимаю добавить. Точно так же, точно так же, я легко могу добавить для консолидации другие таблицы. Да, с листа 11, с листа 12. Так, вот у нас табличка на листе 12. Так, и с листа 113. И с листа 113. Ну и нажимаем на кнопку ОК, да, программа нам соберет из этих данных замечательную таблицу. Единственное, что да, я где-то ошибся, конечно, когда выделял диапазоны, и поэтому названия у меня, посмотрите, не подтянулись. Вот ведь безобразие. Поэтому не ждите от операции консолидации многого, друзья мои. Да, нужно было делать медленнее. Так. Давайте-ка мы это дело все очистим. Да, где-то я промахнулся, когда выделял диапазоны. Нет, вроде все нормально. Так, значение левого столца мы будем использовать в качестве имен. Вот здесь не стоял флаг. Ну вот теперь значительно более приятный вид нашей таблицы. Да, данные у нас прекрасно подтянулись. Мы видим, что у нас продано 236 угловых диванов. Огромное количество людей получили угловые диваны. Огромное количество продано-журнальных столиков. Чуть поменьше мы продали с вами кресел-мешков. Госпожа слушателям. Изучать эти и другие функции Excel я приглашаю вас на наши занятия, в нашей уютной аудитории центра. Или вот так вот по вебинару, как мы сейчас. Что касается курса Excel 1, то это курс для начинающих. И в нем предлагается изучать вопросы действительно для самых начинающих. Смотрите, мы в курсе Excel 1 раз делаем краткий срез функции возможностей программы и рассматриваем, как работает программа Excel, начиная от ввода данных на страницу, на лист рабочей книги, заканчивая печатью готовых отсортированных таблиц. Приходите к нам на курс Excel. Этот курс необходим, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то пробелы в начальном уровне, вы хотели бы их посполнить перед тем, как двигаться вперед. Уверяю вас, даже если вы используете программу Excel, но чувствуете себя как-то в этом вопросе немножко шатко, прохождение курса Excel 1 значительно укрепит вашу позицию, вы вынесете из этого курса много всего полезного. Кроме того, посмотрите, курс Microsoft Excel уровень 1 является, можно сказать, начальным курсом для того, чтобы вы могли двигаться вперед в направлении каких комплексных программ. Эксперт Microsoft Excel, да, или вот изучение расширенных возможностей анализа визуализации данных программ. Курс у нас занимает 16 академических часов. Ближайшая группа начинается 14 августа. Еще раз напоминаю, что в ваших личных кабинетах на сайте центра вы найдете эти тренировочные файлы. Там будут еще немножко другие задания. Посмотрите туда, да, порешайте их, посмотрите, подумайте, и я, естественно, всех вас обязательно приглашаю. Так, Наталья спрашивает, а уровня 1 на приеме на работу достаточно ли на какие позиции вакансии? Наталья, ну, я вам честно признаюсь, все зависит от того, как вы используете Excel. Все зависит от того, как вы используете Excel. В основном лучше записаться к нам на второй. Да, потому что, смотрите, ну, вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем на курсе Excel 1, они важны, нужны. Но вот видите, например, сводных таблиц нет, ВПРа там нет, а это очень часто требуется, это очень часто требуется. Если чувствуете, что какие-то, да, вот затруднения, а можно сразу, а если приступать к обучению на второй, даже на третий уровень? Вы имеете в виду сразу, Мария? Смотрите, какая петрушка. У нас есть на сайте центра, понятно, у нас есть на сайте центра отличный тест онлайн. Если вы у нас зарегистрированы, у вас личный кабинет, вы этот тест запросто можете прорешать. Так, слушайте, а дайте я вам ссылочку на тест вот эту сейчас найду, ладно? Так, сейчас найду, сейчас найду, сейчас найду, а где ее найду? Через группу другую, правильно, да. Так, давайте посмотрим. Так, сейчас группа, 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 момент, это займет, ну, буквально, да, вот. Так, вот лишний кабинет. Так, так, так. Вот он наш тест. А, ну, конечно, господи, склероз. Как рано начался. Смотрите, вот, вот у нас ссылка на тест. Ну, прямо на нее щелкните, да, и откройте, вот, запомните в браузере, да, вот, как закладочку сделайте. Да, и можно просто прорешать эти задания, эти задания, как на работу, вот, на наш. Так, да, и если вы этот тест решаете за отведенное время, я бы сказал, ну, хорошо и на отлично. Так, затык на графиках. Так, а графики не нужны, говорит Лада. Так, ну, я не знаю, а как там с вычислениями у вас дела? Просто понимаете, в чем дело? Я, конечно, искренне рекомендую прийти на уровень один, да, потому что бывает такая ситуация, да, когда люди, наоборот, переоценивают свои навыки, ну, то есть, как бы, да, что он говорит, я работаю в Excel, да, но выяснил, что он осваивал эту программу давно, во-первых, это раз, а во-вторых, он осваивал эту программу, так сказать, без отрыва от производства, да, вот без отрыва от производства. И вот, пожалуйста, да, вот Ирина говорит, что первый уровень полезен, да, даже если ты в программе Excel работаешь. Но это, на самом деле, все очень индивидуально, все очень индивидуально. Я не могу однозначно сказать, что да, однозначно надо, да, однозначно не надо, но, скорее всего, надо, вот по опыту могу сказать, что так, да. То есть, люди, которые к нам приходят на курс Excel 2, после Excel 1, они лучше подготовлены, и вот те вопросы, которые там рассматриваются, они, во-первых, и лучше ложатся, и они просто быстрее успевают за преподавателем. Дело в том, что я не скрою, что курс Excel 1, он достаточно простой, и мы так вот очень неторопливо двигаемся по учебной программе, а на курсе Excel 2 такого, в общем, не будет, да. Ну, смотрите, после прохождения теста сертификат тестирования не выдается, да, вы можете получить сертификат Microsoft о том, что проходили у нас курс после уровня 2, потому что курс уровень 2 – это сертифицированный компанией Microsoft курс. Microsoft знает, что мы такой клевый курс читаем, и там будет выдано специальное такое вот свидетельство симпатичное. Если вы хотите сдавать майкрософтовский экзамен на сертификат, да, вот вам нужен вот именно майкрософтовский сертификат, а не сертификат тест-центр-специалист о том, что вы сертифицированный курс прошли, видите. Если вам нужен именно сертификат от вендора, то, конечно, лучше на второй сходить обязательно. Да, 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 вот майкрософтовский хотите, да, на второй, да, надо, надо, надо. Просто там, ну, там, вот я вам честно признаюсь, да, вот там первый уровень, он какой? Он довольно такой, во-первых, простой, да, а во-вторых, с другой стороны, он очень, очень такой напряженный тест тоже по времени, и вы должны хорошо, например, владеть функциями условного счета, то есть, например, в курсе XL1 функции условного счета, они вообще не появляются, да. Ну, повторить можно, повторить можно. Вот Елена пишет, что много себя узнала на курсе XL1 и XL2, и вот Нина тоже пишет, что второй уровень интересный и нужный. Что я вам могу сказать, друзья? У нас же видео есть на сайте, да, то есть, если вы чувствуете, что прям беда какая-то, да, вот, пожалуйста, да, посмотрели видео, да, вот вспомнили и придумали себе задачку, вот, пожалуйста, на сводной таблице, например. Потренируйтесь, порешайте задание, которое я приложил в личный кабинет, посмотрите, что там, да, вот этот файлик, который мы сегодня мучили, там есть. Так, господа слушатели, после курсов запись в течение от трех до пяти месяцев, от трех месяцев, прошу прощения, до полугода, вот так, Павел. Почему от трех до полугода, там, потому что мы используем сторонний сервис для хранения видео, да, и там бывает у них то полгода, то три месяца. Вот как-то так у них. Вот, ну, сейчас вроде полгода у них опять. Так вот, значит, полгода она будет доступна, да. А материалы, которые в личном кабинете, ну, они будут доступны всегда. Просто материал, естественно, меньше места занимает, чем видео. Поэтому вот так. Так, господа слушатели, ну, насчет красивых я бы не сказал, да, вот. Ну, не, ну, какая она там красивая? Да, вот. Ну, она такая вот, кудрявая, да, вот много всего под Excel есть, да, вот. Вы можете легко придумать себе возможность использовать Excel, ну, совершенно в разных областях. В первую очередь за счет использования всевозможных надстроек, да, вот, Power BI, там, Power Pilot, да. Господь, слушатели, есть ли еще вопросы какие-то по теме мастер-класса? Посмотрите тестик, тестик обязательно посмотрите, да, тест по Excel 1. Если чувствуете, что как-то вот где-то ошибки, да, и вот прям вот реально вот вы читали задание теста и задумывались прямо так, как-то, знаешь, глубоко. Да, он, да, он просто, этот тест достаточно ненапряженный по времени, вот этот достаточно легкий. Там можно, там есть время подумать, да, вот можно так вот прям посидеть, так вот порассуждать про себя, да. Да, приходите к нам на Excel 1 обязательно. Так, ну что ж, я со всеми прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами. Приглашаю вас не только на курс Excel 1, но и на курс Excel 2. На курс Excel 3, если вам нужен анализ данных. На курс Excel 4, Excel 5, если вы хотите автоматизацию какую-то у себя наладить, да, решать задачи с помощью макросов. Вот немножко нужно программировать слегка-слегка. На курс Excel 6, если требуется продолжить анализировать данные, да, на новом уровне. Ну и, конечно, для обработки больших массивов данных, да, приходите к нам на курс Excel 7, 8, 9. Ну это, конечно, Power Query, Power BI, язык формул Dax, это большие массивы, это кубы. Да, вот Excel, видите, на Microsoft и под это пытаются адаптировать. Ой, в общем, для всего используется, господи. 19 офис интегрирован с Azure там и так далее. Ой, всякая аналитика наводится. Ну вот, отличная программа, да, и что самое главное, за умеренную цену, поскольку входит в пакет офис. Так, еще раз вам спасибо, жду вас на курсах. Помните, что миссия Центра Специалист это причинять людям добро и делать жизнь людей лучше. Потому что, действительно, мы не учим людей, но делаем их жизнь лучше. Когда вы приобретаете новые навыки, ваша жизнь улучшается. До новых встреч в Центре Специалист. Приходите к нам на курсы в нашу аудиторию или по вебинару. До свидания. Продолжение следует...